Всем приветик! У нас опять пятница и мы опять играем в футбол. Пока мальчишки играют в футбол, а я с вами тут тру-ля-ля. Сегодня было на одном интересном мероприятии в школе у младшенького, первый класс. У них сегодня был Red Carpet Day. Red Carpet это красная дорожка. И вот весь, все первые классы, сколько у них там, три по-моему или четыре, должны были прийти все дети, дети разодетые, так фэнси, как они тут говорят. Девочки, боачки, бусики, коронки, ну короче принцессы, кто в чем. Кто в длинных платьях, кто в коротких, кто в брюках, кто в шортах. Ну, голь на выдумку хитра. Мальчишки должны были прийти тоже так солидно. Кто как, кто посчитал за нужным. Я что-то думала, что придут все солидно. Наш пошел как бы так солидненько. Он надел себе шляпу, он надел галстук, рубашечку, шортики. Он пошел такой, деловой такой, стиляга. Но другие были просто в спортивных каких-то там любимых своих команд, костюмах. И все должны вот были пройтись по этому, по этой красной дорожке и показать какие-то там фигурки, там еще чего-то, еще чего-то. Ну, короче, был кто во что гораст. Наш пришел спокойно. Ну, девчонки там, конечно, повыставлялись с накрашенными губами. Ну, прям куда там. Ну, вот для детей развлечения. Угостили их, конечно, школа после этого угостила их попкорном. Водичка, бутылочки вот такие маленькие. Что еще было? Претцелс в маленьких таких упаковочках. Такие печенюшки. И еще вот такие кусочки как бы булочек, как они называются, претцелбрет. Такая ерунда. Ну, уже как бы детям веселье. Покушать, побегать с друг другом там, побаловаться. Ну, и пришли родители, конечно. Кто смог, пришел. Кто не смог, пришли няни. Ну, вот и меня попросили. Иди, няня, выручай. Ну, я как уже, как говорится, как член семьи, собираюсь и иду. Ну, что поделать. Иногда я их выручаю. Что не говори, но как бы нужно с няней быть в хороших отношениях. Няня может выручить иногда в таких трудных ситуациях. Так вот, у них скоро эта школа вообще заканчивается. До 21 июня. И все, школа заканчивается. Потом начинаются лагеря. Хорошо в школе, особенно первым классом, очень много вот таких вот развлекательных каких-то мероприятий. Red carpet. Потом они приходят crazy hair. Это сумасшедшие волосы. Делают прически всякими гелями, всякими лаками. Делают что-то, какие-то ярокезы. Кто зализывается, кто что. И опять тоже все проходят там друг возле дружка. Друг возле дружки показывает, кто во что гораст. Еще есть спорт фан-дэй. Значит, каждый может прийти, но обязаловки нету ни для кого. Кто хочет, может прийти в одежде своей любимой команды, если ты фан какой-то команды. Если ты не фан никакой команды спортивной, значит, ты не приходишь. Мои как же ходили? Они Jersey Devils. Они же у меня хоккеисты. Они ходили в своем. Потом, ну, пижама-дэй я уже рассказывала. Все приходят в пижамах. И учителя, и директор школы, и дети все в пижамах. Прикольно? Прикольно. Twins day. Это они выбирают себе парочку. По парочке они должны прийти одинаково одеты. Делают день двойняшек. Прикольно? Прикольно для детей. Почему бы нет? Чем-то детей вовлекает в коллектив, как бы в отношения какие-то. Развивает детей как бы по-разному. Ну, я не знаю. Я считаю, что это хорошо. Потом, ну, Хэллоуин, само собой, день тоже такой развлекательный. И еще был один день с пиридэй. Это когда они приходят, вся как бы школа, в футболках цвета этой школы. Ну, футболки эти, конечно, раздаются. И они приходят, как бы все дети там. Допустим, если школа имеет фиолетовый цвет, все приходят в фиолетовых футболках. Если желтый, как наши, все приходят в желтых. Интересно? Интересно, когда вся школа желтая вот так прямо бросается в глаза. Еще есть один день интересный, когда они делают таланты, шоу талантов. Тогда тоже. Но тогда тоже не первые только классы. Тогда как бы просто первый класс отдельно, вторые, третий, четвертый, пятый, все по отдельности. И показывают, кто во что гораст своими талантами. Кто играет на чем, кто танцует, кто там, я не знаю, прыгает, кто показывает какие-то фокусы, кто во что гораст. И вот у меня, может быть, канал не такой сильно и развлекательный, как бы, может быть, по какой-то части детский. Но я няня, и у меня работа с детьми, и потому и у меня более чаще, наверное, вот так такие темы высказывают детские, про школу. Ну, потому что с детьми я работаю. Но все равно есть много желающих, которые сюда приехать хотят. Ну, хотя бы в роли няни. Правда? И интересно послушать, как здесь и что здесь. Многие наши там хотят, может быть, узнать, как тут школа. Может, что-то, какой-то опыт себе могут перенять. Ну, и школа заканчивается. И вот было у учителей такие, как бы, пожелания, кто хочет принести какие-то деньги, как бы, на нужды школы. Там они хотят какой-то делать класс. Ну, и, конечно, дети несут деньги. Мы ей отнесли 30 долларов, донейшн. Это, как бы, для школы, для этого класса. Единственное, что школа в самом, как бы, своем таком великолепии, она небольшая, это только 5 классов. Это начальная школа, 5 классов. Потом идет middle school. Три класса. Шестой, седьмой, восьмой. И потом high school. Один ребенок, чтобы закончить школу, должен поменять 3 школы. Три, как бы, помещения школы. И они могут быть в разных совсем уголках городка этого. И, может быть, с одной стороны это хорошо, с другой стороны, но, наверное, не очень. Единственное, что еще здесь мне не нравится в этих школах, что дети меняются. Каждый год дети как-то из класса в класс переходят. И меняются классные руководители. Нету такого, как у нас там начальные классы, первые 3 или 4 года один и тот же учитель. Нет, каждый год другой учитель, каждый год другие дети. Так что дети вот так вот сдруживаются с одними, потом на следующий год другие, на третий год третий. И вот так вот меняются классы. Почему-то здесь так, но так придумали, так заведено. И так все учатся. И никто ничего не может изменить, потому что, ну, такая школьная практика. И еще есть у них один интересный день, что если ты читаешь какую-то любимую книжку, ты можешь прийти в такой одежде, как ходит твой любимый герой. Интересно? Интересно. Они сразу замечают, читают дети или не читают. Что дети читают? Чем они интересуются? Какие книжки? Сразу вот так, как будто так легонечко, но они сразу видят все со стороны. Как ребенок участвует в этом? Как он общается? Как он себя ведет? Все это как бы замечается. Последнего звонка тут такого, как у нас, ну, нету. Я не замечала. Разве что тогда, когда ребенок вот заканчивает начальную школу и переходит в middle school, в среднюю, тогда вот у них как бы есть выпускной. Но так как у нас еще не было выпускного, еще никто никуда не выпускался, я еще не наблюдала каких-то вот таких вот последних звонков, как бы шикарных и бурных. Так же, как и 1 сентября, у них тут пришли, сели за партой, все, учатся. Линейки их тут не строят на линейке. Ну, по крайней мере, я не видела. Может, в каких-то других школах, в других штатах по-другому. Ну, здесь так, в нашей. Младший, конечно, эту школу оставляет на следующий год. Его родители отдают в приватную школу, в частную. Посчитали они за нужным отдать его. Ну, окей, им все в карты в руки, это родители. Единственное, что если я сюда их вожу и забираю пешком, то туда пешком я уже не дойду, придется ездить. И ездить туда, ну, я не знаю сколько, минут 10. Туда утром, и минут 10, ну, уже и обратно. Но ничего не поделаешь. Такая наша доля няней. Тут частные школы, вообще-то, тоже не дешевые. 35 тысяч долларов в год. Это, наверное, минимально, есть и дороже. У меня Маша училась в университете за 35 тысяч в год. А это просто школа для начального образования. Ну, дороговато. Кто хочет, конечно, чтобы их дети как бы что-то, может, взяли и узнали побольше, должны платить деньги. Старший еще остается в этой школе на один год, пятый класс, и потом будет переходить уже в другую, в middle school. Он еще остается тут со своими как бы друзьями. Он еще как бы рад этому, что ему никуда не надо переходить. А малому все равно. Он такой. Он у нас компанейский парень. Он во всех школах, ему будет хорошо. Ему не страшно не переходить и ничего. Может, он просто еще не понимает этого всего, потому что не всегда дети знают, что это такое перейти, оставить кого-то, подружиться нужно. Но это будет для него такой какой-то тоже опыт, и он будет знать в другой раз, что это такое перейти или не перейти, стоит или не стоит, захочет он ли это сделать в следующий раз. Ну, вот такие у нас вот школьные новости. И он сейчас играет в футбол, часа не бегает. Сегодня у нас 25 градусов, ну, такая погодка хорошая. 25 это самое то, но у нас идет такая жаркая неделя. 30-36, понедельник 36. Я не знаю, мы, наверное, все потопимся тут. Тут, если не 16, то 36. Короче, погодка. Еще хотела показать, к нам пришли, сама не верю своим глазам, из-за того, что мы постоянно там в магазине берем товар, и там на какие-то суммы у нас накопились какие-то деньги, как бы, которые нам ребор сделают, я не знаю, которые нам типа отдают, как бы премиальный что-то задают за то, что мы у них берем много товара. Какое много я там беру когда-то много товара, но иногда беру. И нам пришли, я не знаю, может, девочкам тоже, кто здесь, пришли вот такие вот сертификаты. Это подарочные такие доллары на 80 долларов. Я могу пойти отовариться в TJ Maxx, в Marshalls, в HomeGoods, в Sierra на 80 долларов. Это же сумасшедшие деньги. Тут можно взять кучу всего. Самой не верится. Не знаю ли это правда нужно. Может, это какой-то фейк, Маша говорит. Но я не думаю, потому что есть и кот, и все остальное. Так что, деньги уже нам не нужны, мы уже имеем. Пойдем, наберем кучу всего. Кучу всего интересного и вкусного. Все, а на этом всем пока. Хорошего дня и настроения. Хороших выходных. Бай-бай. 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 Продолжение следует...